Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать в Доме знаний. Меня зовут Зумруд Магомедалиевна, и я сегодня проведу с вами вебинар на тему «Правила параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам». С этими темами вы уже познакомились в ходе просмотра видеоуроков на сайте Дома знаний. И после просмотра видеоуроков к нам поступили от вас вопросы. На эти вопросы мы попытаемся сегодня ответить в течение нашего вебинара. Итак, давайте приступим к нашему вебинару. Рассмотрим задачу. Дан прямоугольный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1. Необходимо доказать, что сумма векторов АВ плюс АД плюс АА1 равняется вектору АС1. Для доказательства воспользуемся правилом треугольника. Сложение двух векторов. Мы понимаем, что вектор АВ плюс вектор ВС дает нам вектор АС. Получим, что вектор АС1 можно представить как сумму векторов АС плюс СС1. А также можно представить, как заменяем вектор АС на сумму АД плюс ДС и плюс СС1. Но мы с вами знаем, что вектор ДС равен вектору АВ, а вектор СС1 равен вектору АА1. И поэтому получается, что вектор АС1 равен сумме векторов АВ плюс вектор АД и плюс вектор АА1. Что и требовалось доказать. Рассмотренная задача дает нам следующее правило нахождения сложения трех векторов. Чтобы найти сумму трех векторов АВ и С, нужно от произвольной точки пространства, точки О, отложить векторы АВ равное вектору А малое, АД равное вектору В малое и АА1 равное вектору С малое, и построить параллелепипед на этих векторах. Тогда вектор диагонали этого параллелепипеда, выходящий из вершины А, то есть АС1, и будет суммой этих векторов. Это правило называется правилом параллелепипеда для сложения трех векторов. Итак, давайте сейчас вспомним, какие векторы назывались комплонарными. Векторы назывались комплонарными. Если при откладывании их от одной и той же точки пространства, они будут лежать в одной плоскости. То есть это векторы, лежащие в одной плоскости. Именно по теме комплонарности к нам поступили от вас вопросы. И вы попросили разъяснить еще раз понятие комплонарности. Давайте это мы с вами сделаем. Если вектор С можно представить в виде линейной комбинации векторов А и В, то есть вектор С представить как х умножить на вектор А, плюс у умножить на вектор В, где х и у – конкретные числа, то векторы А, В и С будут комплонарны. И еще одно утверждение, связанное с комплонарными векторами. Если заданы некомплонарные векторы А, В и С, тогда любой вектор пространства можно представить как линейную комбинацию этих трех векторов. То есть вектор D можно представить как х умножить на вектор А, плюс у умножить на вектор В и плюс z умножить на вектор С. Причем числа х, у и z – это конкретные числа, и они определяются для данного вектора D единственным образом. Эти числа называются коэффициентами разложения. Давайте докажем, почему я сказала, что числа х, у и z определяются единственным образом. Для того, чтобы это доказать, мы с вами воспользуемся так называемым методом от противного. То есть предположим, что существует еще одно разложение данного вектора. То есть что можно представить вектор D как k умножить на вектор А, плюс m умножить на вектор В и плюс n умножить на вектор С. Поскольку я сказала, что в нашем случае это два разложения одного и того же вектора, можно вычесть из одного разложения второе. Вычтем. Получим вектор D минус вектор D. Это равен нулевому вектору. ха минус kа. Можно вектор А вынести за скобку. Получится х минус k умножить на вектор А. Аналогично плюс у минус m умножить на вектор В и плюс z минус n умножить на вектор С. Но поскольку мы с вами сказали, что векторы А, В и С у нас некомпланарны, то хотя бы один из коэффициентов будет не равен нулю. Будет отличен от нуля. И поэтому предположим, что этот коэффициент перед С, перед вектором С. Разделим на него и выразим вектор С из данного равенства. Получим, что вектор С представляется таким образом. х минус k разделить на n минус z умножить на вектор А плюс у минус m разделить на n минус z умножить на вектор В. Но тогда векторы А, В и С будут компланарны. Но что противоречит нашему условию? Потому что мы сказали, что векторы А, В и С у нас некомпланарны. Итак, получили противоречие. Я думаю, после таких разъяснений вам понятно понятие компланарности векторов. Пойдем дальше. Мы также от вас получили задачу. Дан куб А, В, С, Д, А1, В1, С1, Д1 с ребром m. Точка k – середина ребра В1, С1. Разложить вектор А, К по векторам А, равный вектору А, В, В, равный вектору А, Д, и С, равный вектору А, А1. И найти длину этого вектора А, К. Построим заданный куб. Векторами А и В задается плоскость квадрата А, В, С, Д, как мы видим. Третий вектор С не лежит в этой плоскости. Отсюда мы делаем вывод, что векторы А, В и С у нас некомпланарны. И мы можем выразить через них любой вектор. Ну и, значит, искомый вектор А, К. Найдем вектор А, К по правилу многоугольника. То есть вектор А, К можно представить как сумму векторов А, А1 плюс А1, В1 плюс В1, К. Вектор А, А1 мы по условию обозначили как вектор С. Вектор А1, В1, согласно свойствам куба, он равен вектору А, В, обозначенному за А малое. И вектор В1, К составляет половину вектора В1, С1, так как точка К является серединой этой стороны. Ну, а вектор В1, С1 равен вектору А, Д, который был обозначен через В малое. А значит, вектор В1, К равен половине В, то есть 1 вторая В. Итак, мы имеем, что вектор А, К равен АА1 плюс вектор А1, В1 плюс вектор В1, К, а это равно вектор С плюс вектор А и плюс 1 вторая вектора В. Так, заданный вектор мы выразили через 3 некомпланарных вектора. Но теперь осталось найти длину вектора А, К. Давайте перейдем к нахождению длины. Рассмотрим прямоугольный треугольник АА1К. Он у нас прямоугольный, потому что ребро АА1 перпендикулярно всей плоскости основания, значит, и любой прямой в этой плоскости, а значит, и прямой АА1К. Один из катетов АА1 равен М малое по условию задачи. Это ребро куба. Катет АА1К найдем из другого прямоугольного треугольника АА1В1К. Он будет являться в этом треугольнике гипотенузой. Здесь катет АА1В1 равен М, а вот катет В1К равен М делить на 2, так как К у нас середина ребра В1С1. Ну и значит, АА1К будет равен АА1В1 в квадрате плюс В1К в квадрате. А это будет равно 5 четвертых М в квадрате. Вернемся к первому треугольнику и найдем оттуда АК. Тогда АК будет равняться квадратному корню из АА1 в квадрате плюс А1К в квадрате. Подставляя значение, мы получим, что это квадратный корень из 9 четвертых М в квадрате, а это будет равно 3 вторых М. Таким образом, мы нашли длину вектора АК, что, в принципе, вы просили нас сделать. Итак, ребята, мы с вами разобрали тему сегодняшнюю, ответили на ваши вопросы, решили задачу, и больше у нас вопросов не поступало. Поэтому на этом я хочу завершить наш вебинар. Хочу вам пожелать всего хорошего. Смотрите наши видеоуроки, записывайте вопросы, и я постараюсь ответить на все возникшие у вас вопросы. Итак, до новых встреч в Доме Знаний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!